Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры, на очередной торговой сессии вторника. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены на календаре 21 декабря. И давайте посмотрим, какие торговые идеи актуальны на текущий момент. Начнем с индекса S&P 500. Индекс вчера скорректировался от уровня глубокой коррекции по отношению к последней долгосрочной волне восходящего движения. Этот уровень мы отмечали с вами накануне. Но ждали более глубокого захода по трехсоставному движению в целевой диапазон. Как видим, до целевого диапазона мы не дошли и скорректировались раньше. Но ничего страшного, в принципе, ничего у нас кардинальным образом не изменилось. Что мы ждем сейчас? Сейчас у нас есть два варианта, куда мы можем скорректироваться. Это первая, либо ранняя размерность 4605, либо более дальняя размерность 4652. Поскольку тренд пока что преобладает нисходящий, то соответственно от этих границ мы с вами будем пробовать открывать дальнейшие продажи. Если же цена преодолеет диапазон средних значений и будет закрепляться выше, то здесь уже будут актуальны покупки. То есть все просто. Пока у нас тренд продолжается нисходящий, рассматриваем продажи. Как только тренд будет восходящий, будем рассматривать покупки. Что касается уровней коррекции по Fibonacci, 4615 уровень минимальной коррекции и 4664 уровень глубокой коррекции. Но здесь есть еще один момент. Можно рассмотреть отдельно последнюю именно волну нисходящего движения. И тогда мы получим еще один промежуточный уровень. Вот он 4640. То есть по сути вот в этом диапазоне, который мы с вами только что отметили, у нас есть два ключевых уровня, от которых мы можем открывать дальнейшие продажи. Именно дальнейшие нисходящие идеи. Ну а если соответственно цена будет закрепляться выше, то будем покупать. Так, идем дальше. Евродоллар. Евродоллар вчера мы рассматривали восходящее движение и внутри дня по выполнению размерности пробовали открыть короткие позиции. Ну как видим, первая размерность не сработала вообще. Эта размерность, напомню, вот эта. Вот она, мы ее строили. Дальше цена пошла выше и выполнила вторую размерность. Вот она вторая размерность, более крупная. И вот от нее уже был хороший отскок. Поэтому даже если вы в первый раз поймали стоп-лосс, то вторая сделка в принципе должна была позволить вам не только отбить минусы, но и чуть-чуть заработать. Что будем делать сейчас? Вложенных дней здесь нет. Цена находится практически на границе той линии поддержки сопротивления, которую мы с вами проводили. Поэтому, конечно же, строить какие-то предположения по поводу того, куда же мы дальше пойдем, ну не очень хочется, если честно. Поэтому давайте следующим образом. Итак, если мы хотим купить, то нам, соответственно, нужно, чтобы закончилась нисходящая тенденция и началась восходящая. Нисходящая тенденция у нас здесь может быть отмечена с одной стороны, как вот такой трендовой линией сопротивления, с другой стороны, вот такой трендовой линией сопротивления. И что же у нас в итоге получается? То есть, если мы продолжим болтаться во флете, получается, что вот эту линию сопротивления мы преодолеем. Но это будет не совсем корректно, потому что после такого движения мы легко можем идти дальше вниз. Поэтому я предлагаю поступить немножко иначе, использовать другую здесь технику, а именно трехсоставное движение. Трехсоставное нисходящее коррекционное движение. Соответственно, что мы в этом случае получаем? Обратите внимание, рассматриваем последнее восходящее движение. Здесь есть уровень глубокой коррекции. Уровень минимальной коррекции, кстати, мы вчера уже, как видите, отработали. Итак, берем уровень глубокой коррекции. От него мы будем заходить в покупки. С идеей отработки именно окончания коррекции по трехсоставному движению. Потенциал данного движения у нас будет равен вот этой размерности. То есть, мы будем держать позицию примерно до 1.3250. Что касается вариантов продажи. Если мы хотим продать, то здесь также все очень просто. У нас есть предыдущая размерность. Вот она, маленькая. Да, маленькая, незначительная размерность. Поэтому, собственно говоря, для того, чтобы нам продать, мы просто ждем выполнения в очередной раз этой размерности и продаем. Можно, конечно, взять здесь не только такую размерность, но еще и... Так, какая здесь у нас еще размерность есть? Но остальные, если честно, брать не хочется, потому что они все очень большие. Но, разве что, может быть, вот эту размерность мы можем с вами взять. Здесь тоже будет продажа из диапазона средних значений, поэтому такой сценарий может иметь место на сегодняшний день. То есть, получается, что зона для продаж внутридневных у нас вот такая. Стоп-лост здесь получится совсем небольшой, не более где-то 10-15 пунктов. Лучше, конечно, его спрятать за ближайший локальный максимум. Ну, а потенциал будет в два раза больше. То есть, один к двум внутри дня – это нормально. Что касается вот этой сделки, то стоп-лост здесь будет примерно так же где-то 15 пунктов, ну, а тейк-профит будет 66 пунктов, что гораздо интереснее. Поэтому вот такой торговый план у нас на сегодня по евро-доллару. Так, идем дальше. Фунт-доллар. По фунту мы вчера прекрасно скорректировались и оттолкнулись от нашего ключевого уровня. Как видим, здесь было пипс в пипс у нас движение и прошли в нисходящем направлении порядка 43 пунктов. Сейчас пока что цена консолидируется. Если вы еще вчера этого не сделали, рекомендую сейчас сделки перевести без убыток, потому что мало ли что у нас произойдет. Дальше будем рассматривать следующий сценарий. Итак, давайте порассуждаем. У нас есть вот этот размер, мы ее теперь используем. И мы можем уйти в восходящем направлении по трехсоставному коррекционному движению. Соответственно, при походе в восходящем направлении от этой границы мы будем делать что? Правильно. Радовать. Так, давайте посмотрим только теперь. Ага, ну как раз здесь есть уровень минимальной коррекции вблизи. Так что да, отсюда мы можем с вами спокойно продавать с такой идеей. Вот, значит, продаем от котировки 1.32.598. Что касается покупок, если мы хотим купить, что нам здесь делать? Ну, честно говоря, вот сейчас покупать вообще нифига не хочется, потому что, ну, непонятно, какой потенциал-то мы используем. То есть, у нас есть вот такая наклонная линия, но обратите внимание, если мы даже вверх пойдем, то мы скорее здесь сложный пробой нарисуем и улетим вниз, чем получим какое-то повышение волнового уровня. Соответственно, давайте, наверное, все-таки не будем рассматривать, что же такое. Так. Ага. Давайте не будем, наверное, рассматривать именно вот такие агрессивные сценарии, потому что, во-первых, вот при таком раскладе у нас получится, ну, первый стейк профит порядка где-то 100 пунктов, а стоп лосс, извините, тоже 100 пунктов. То есть, один к одному вообще не хочется такую сделку брать. Поэтому, для того, чтобы нам с вами купить, давайте-ка подождем спуска к более дальним значениям, а именно к следующему цифрическому диапазону, чтобы здесь мы еще и оттестировали нашу зону ликвидности, которая ранее не отработала. Напомню, это диапазончик у нас 1.31.26, 1.31.45. Вот оттуда и будем рассматривать разворотные паттерны на покупку. Идем дальше. Доллар-иена. По доллар-иене вчера очередная болтанка. Причем, как видим, по этой болтанке у нас с вами здесь есть вложенный день. Я вас поздравляю. Что у нас вчера было? Выполнили мы несколько раз одну и ту же коррекцию с небольшой погрешностью. Теперь у нас есть новая размерность, которую мы будем использовать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по вложенному дню получается. Мне очень не нравятся снова вот эти шпильки, потому что вот здесь сплошные шпильки. А это может быть очень нехорошо в плане построения зоны, могут быть погрешности. Давайте посмотрим. Итак, нижняя зона ликвидности отмечаем. 113.168.112.976. Верхняя зона ликвидности. 113.888.114.080. Вот такие границы у нас на текущий момент. Что мы будем делать? Да все как обычно. Собственно, у нас есть предыдущая размерность. Стищем трехсоставное восходящее движение. Отсюда, согласно основному сценарию, продаем. И ждем достижения нижней зоны ликвидности. Собственно, напомню просто. Возможно, кто-то из вас забыл. Возможно, кто-то уже и забил. Но у нас, по идее... Ну, конечно, у меня уже они до сих пор прикрыты. Но, возможно, у кого-то еще висят. В этом смысле. По идее, у нас вот здесь должны еще висеть продажи. Потому что, по крайней мере, где-то от нижней границы верхней зоны ликвидности мы искали именно продажи. И держали их, старались, по крайней мере, держать до достижения нижней зоны ликвидности. Поэтому, если у вас здесь есть продажи, просто переведите их без убыток и ничего страшного не произойдет. Так, то есть, пока у нас на текущий момент по доллар-иене отрабатываем именно зоны ликвидности. Дальше идем в доллар-канадец. Доллар-канадец вчера еще вырос, обновил локальный. Хотя... Хотя, наверное, не локальный. Нет, локальный максимум. На, здесь у нас тоже была такая пиковая точка. Неплохая. Так, локальный максимум мы обновили, немножко скорректировались. И сейчас пока что цена консолидируется ниже линии поддержки и сопротивления. Что это у нас будет означать? Ну, это как минимум будет означать, что мы будем рассчитывать на какое-то краткосрочное нисходящее движение. Стоит ли здесь открывать короткие позиции? Ну, вообще-то, на самом деле, можно. Исходя из соображений того, что у нас есть какой-то спуск, есть какой-то пробой, есть консолидация. То есть, по сути, если мы сейчас вот здесь откроем сделку со стоп-лоссом где-то в 20 пунктов, то, по большому счету, это не изменит особо нашего дальнейшего сценария. Но это движение мы можем забрать. Но будьте внимательны, я рекомендую не использовать рабочий объем. Что касается дальнейшего среднесрочного сценария, мы с вами будем продолжать покупать, потому что тренд у нас здесь восходящий. Соответственно, давайте посмотрим, откуда у нас идут выгодные покупки. Итак, есть уровень минимальной коррекции 1.28774, уровень глубокой коррекции 1.28341. Трехсоставное движение на текущий момент приводит нас именно в уровень минимальной коррекции, поэтому отсюда мы будем с вами покупать. Можно уже выставлять лимитные ордера. Это будет наш основной сценарий. Ну и цели у нас заданы. Это 1.30 ровно. К этой кондировке мы стремимся. Идем дальше. Доллар-франк. По доллар-франку никаких толком изменений нет. Вчера та сделка внутридневная, которую я рекомендовал, сначала вроде как пошли в восходящем направлении. 14 пунктов прошли, затем улетели вниз и, скорее всего, сорвали стоп-лосс. Ну давайте предположим, что именно мы сорвали стоп-лосс, чтобы быть уже прагматичными и честными. Итак, что мы делаем сейчас? Ну, снова цена снизилась, снова мы в стадии флэта, поэтому здесь вариантов у нас немного как действовать. Так, а давайте здесь накинем наши скользящие средние и посмотрим, где у нас находится диапазон средних значений. Диапазон средних значений буквально очень близко находится и цена сейчас как раз для него консолидируется. Поэтому, какие у нас здесь основные идеи? Ну, давайте так, у нас 135 находится ниже 365, поэтому мы попробуем продать. А попробуем продать мы, у нас вот этот зеркальный уровень уже оттестирован, поэтому по большому счету даже нет смысла, нет точнее значения, нет разницы от какого уровня конкретно мы будем продавать. Давайте попробуем продать от линии сопротивления. Ну, примерно где-то от котировки 0.92.274, вот отсюда, с очень небольшим стоп-лоссом, буквально в 10 пунктов. В этом случае мы тейк профит заберем как минимум 35 пунктов, 1 к 3, в принципе нормально. Ну, а если идея не сработает, ну, значит идея не сработала. Что же теперь поделать? Ну, в любом случае, пока что мы продолжаем двигаться во флете, и здесь каких-то трендовых движений не ожидается. Скользяшки говорят конкретный флент. Идем дальше. Австралиец доллар. По австралийцу рассматривали мы коррекцию для дальнейшего открытия коротких позиций в рамках нисходящего тренда, но, как видим, коррекцию мы не выполнили. Зато у нас появилась новая размерность. И эту размерность, в принципе, мы можем использовать теперь для того, чтобы отмерить трехсоставное движение. И, о чудо, оно нас приводит как раз в уровень минимальной коррекции 0.71.433, от которого вчера я рекомендовал продавать. Соответственно, сценарий по австралийцу у нас не меняется. Мы по-прежнему ждем трехсоставной коррекции, и от этого уровня будем дальше открывать короткие позиции. В принципе, здесь все. Новозеландец. По новозеландцу, так же, как и по австралийцу, поболтались вчера в районе Ботома. Нарисовали некий такой разворотный паттерн. Помните, да? Один из сценариев. Мы рассматривали, когда у нас идет падение в течение нескольких дней, а затем вот такой сценарий. Теперь нам нужно дождаться пробоя и закрепления выше зеркального уровня. И тогда можно будет смело покупать. Но здесь есть еще один момент. Я как раз нарисовал наклонную трендовую линию сопротивления вот этой нисходящей волновой конструкции. Она у нас досеченная, слабая. То есть, по идее, по-хорошему, конечно, сейчас нам бы дождаться неплохой коррекции и купить. Но поскольку линия сопротивления уж очень круто направлена, то, скорее всего, коррекцию с пробоем этой линии мы с вами не увидим. А это значит, что покупать сейчас не очень хочется. Соответственно, что я предлагаю вам сделать? Я предлагаю отметить вот этот зеркальный уровень. Это у нас уровень 0.67.317. И если у нас свеча будет закрываться выше этого уровня, тогда мы с вами сможем рассмотреть покупки с небольшим стоп-лоссом, если это агрессивная сделка, и с консервативным стоп-лоссом, если это сделка стандартная. Если же не произойдет у нас этого пробоя, а мы просто пойдем в нисходящее направление в сторону укрепления американского доллара. Кстати, если говорить про американский доллар, то, по сути-то, у нас потенциал как раз выше на падение доллара, нежели на его рост. Потому что на рост у нас здесь всего лишь где-то 33 пункта, а на падение, извините, 62 раза больше. Поэтому, конечно же, нам хотелось бы, чтобы мы увидели падение. Но, значит, если не произойдет пробитие, тогда, соответственно, мы с вами ждем захода в наш циклический диапазон. В этом случае тогда уже у нас будет вот такая наклонная трендовая линия. Ну и затем, согласно основному сценарию, мы с вами подождем, когда у нас будет пробой, коррекция, и на повышении волнового уровня зайдем в эту сделку. То есть, примерно вот такой сценарий у нас по доллару и новозеландскому доллару. Идем дальше. Золото. По золоту мы вчера рассматривали с вами коррекционное движение вниз и покупки от уровня 1790-50. Ну, как видим, вчера, собственно, мы этого уровня достигли. Ночью уже был какой-то профит. Сейчас на премаркете Европы попытались пробить вниз, но пока у нас не получилось. Соответственно, сделки в работе, друзья. Скользяшки, конечно, переплелись. Так что теперь вообще фиг пойми, какой здесь тренд. Так что мы будем ориентироваться на голый технический анализ. Собственно, мы рассчитали, что трехсоставного движения нам хватит. Теперь сделки находятся в работе, и мы ждем отработки нашего потенциала. Какой у нас здесь потенциал? Ну, во-первых, как это не прискорбно сообщать, но первый тейк и, скорее всего, перевод сделки без убыток мы будем с вами совершать уже по истечении 53 пунктов на котировке 1795.82, потому что здесь есть предыдущая размерность, которая может увести нас дальше. Вот по такому пятисоставному движению, как раз по уровню глубокой коррекции 1778.56. Поэтому мы с вами будем здесь фиксировать часть позиции, остальное переводить без убыток. Что касается дальнейшего восходящего движения, ну, здесь есть некоторые моменты. То есть, по идее, тренд у нас только начинает формироваться, восходящий. И если уж смотреть прямо на совсем далеко идущие цели, далеко идущие границы, то мы с вами можем пойти вот к такой размерности. Котировку 1848.81. Ну, а если это будет движение от глубокого уровня коррекции, то это будет уровень 1840. Вот такой сценарий по золотам. Что касается серебра, ночью мы немножко подросли, но уровень минимальной коррекции не достали. Всего лишь выполнили размерность. Поэтому не знаю, как вы, а я здесь остался не в рынке. У меня отложенный ордер стоял немножко ниже. Соответственно, сейчас ориентируемся на те же самые движения, которые у нас есть по золоту. То есть, в отличие от золота, здесь нет трехсоставного движения. Здесь скорее движение такое последовательное односоставное. Поэтому вполне возможно, что мы по этому односоставному движению еще уйдем вниз. Ну, в принципе, вот она у нас размерность обозначена. И уже отсюда можно будет заходить среднесрочно. 21958. Те сделки, которые у вас есть в покупке, но они объективно сейчас все должны быть в плюсе или в безубытке. Соответственно, рекомендую на текущий момент пододвинуть стоп-лосс, ну, куда-нибудь вот сюда, примерно 22254. Так, ну, а ближайшая цель по отработке у нас находится в котировке 22.789. Вот такой у нас прогноз по серебру. Так, идем дальше. Нефть марки Brent. Нефть мы вчера рассматривали два варианта, либо продажи вот от этой зоны, либо покупки от этого уровня. Как видим, сработали покупки. Соответственно, продажи здесь пока что мы с вами не рассматриваем. У нас уже актуальны покупки. Мы, конечно, можем открыть здесь положительный замок, но вопрос, зачем нам это нужно. У нас есть размерность, которая в данный момент как раз выполняется. Но этой размерностью мы закрыли всего лишь, ну, наверное, треть гэпа. То есть, по сути, у нас еще достаточно хорошая часть осталась незакрытая. Поэтому, что я рекомендую сделать? Рекомендую перевести сделки наши без убыток и просто подождать, когда мы закроем гэп. Ну, а вот уже где-то от верхней границы 73.87, 73.88 примерно вот эта граница, здесь мы можем уже попытаться с вами открыть короткие позиции и отработать дальнейшее продолжение нисходящего движения. Так, в принципе, мы уже с вами находимся в плюсе, причем в очень хорошем плюсе, 22 пункта по нефти, это не кухры-мухры, поэтому просто себя сейчас обезопасим и будем дальше следовать торговому плану. Доллар-рубль. Здесь без изменений открылась у нас открылась московская биржа, мы снова прыгнули гэпом вниз, но рассматриваю все равно потенциал в восходящем направлении. Ничего здесь не меняется, сценарий остается точно такой же. Единственное, что, конечно, здесь можно немножко подправить, это те границы, которые нас ожидают в восходящем трехсоставном движении, это 74, ну да, где-то 74,950. Вот этот уровень у нас будет ориентиром для текущей волны восходящего движения. Я все-таки думаю, что мы пойдем на укрепление, поэтому такой сценарий у нас остается как основной. Что касается дальнейших позиций, то пока мы не пробьем вот этот ключевой диапазон говорить о нисходящем тренде преждевременно. Идем дальше. Биткоин. По биткоину не рассматривали мы вчера толком никаких сделок, потому что был флэт и очень не хотелось напороться на очередные стоп-лоссы. Что касается дальнейшей судьбы. Сейчас мы вновь поднялись в диапазон средних значений. Обратите внимание, это у нас произошло уже под конец торговой сессии, причем поднялись мы по трехсоставному движению. Соответственно, что правильно. Сейчас у нас появляется хорошая возможность для того, чтобы этот инструмент продать. Продать биткоин. С текущих позиций уже актуальные сделки. Стоп-лосс за ключевой уровень 48.892. Потенциал вниз как минимум где-то в два раза в два раза больше, чем стоп-лосс. Ну и это будет у нас получается такая более агрессивная сделка. Более консервативная сделка будет немножко по-другому. Она будет у нас сформироваться при пробое наклонной трендовой линии поддержки. Затем после коррекции на повышении волнового уровня мы зайдем в продажу биткоина до той самой неотработанной зоны, которая у нас вроде как отработала, но на самом деле наверное будем считать, что нет. Итак, вот такой сценарий у нас по битку. Что касается покупок, пока что я их не рассматриваю как минимум, потому что тренд у нас нисходящий как максимум, потому что цена в диапазоне средних значений, а недалеко от него, поэтому здесь будут актуальны именно только по продаже, покупки не рассматриваем. вот такой сценарий на текущий момент по биткоину. На этом у меня все, надеюсь, видео было вам полезным, желаю вам хорошего профитного дня, всем пока!